О казахстанском празднике Дни Единства Народа помнят в Южной Корее. Там проживают больше 10 тысяч корейцев из Казахстана. Их предки в 1937 году были депортированы в нашу страну из Дальнего Востока. Наш корреспондент Владислав Цой встретился с казахстанкой Евгенией Цхай, которая на своей исторической родине стала успешной бизнес-вумен. В Южную Корею Евгения Цхай приехала 11 лет назад. Выпускницу журфака казахстанского вуза пригласили на работу в компанию, которая занимается газовым оборудованием. Евгения согласилась, так как знала корейский язык. Опыт работы на радио и в программе на казахстанском телевидении помог ей увеличить число партнеров в странах СНГ. Сейчас Евгения занимает руководящую должность в корейской фирме и является генеральным директором собственной компании в Казахстане. Евгения обязательный человек и всегда говорит правду, что нашей компании под силу, а что нет. Для меня Казахстан – близкий сосед, потому что там проживает много корейцев, таких же, как и я. Особая черта казахстанцев – это открытость. С ними можно легко сблизиться и стать друзьями. Бизнесвумен всегда находит время для общения с родными. Прежде всего, Евгения звонит своей бабушке, которой исполнилось 90 лет. Вере Харитоновне Ким было всего семь, когда ее вместе с семьей привезли в товарном вагоне в Казахстан. Но женщина помнит, как тепло приняли переселенцев на новом месте. Казахстан – моя родина. Я здесь живу. Дети, внуки, правнуки. Казахстан – народ очень-очень придаст. Так хорошо нам помогает. Тоска по родине не отпускает бизнесвумен. Благо, практически каждый месяц она ездит по работе в Казахстан. Обязательно привозит в Корею казахстанские сладости и чай. Без них не обходится ни одно застолье. Уважение человек, где бы он ни жил, если он получил от страны, то есть это не обязательно могут быть какие-то материальные блага. Это духовные, это атмосфера, это вот все, что, как говорится, это воспоминания. Это все в итоге постоянно с собой, это никуда не уходит. И то, что на сегодняшний момент, скажем, Казахстан пытается все-таки сохранить вот эти традиции и сохранить мир в большом национальном доме, я считаю, это, наверное, один из важных вопросов на сегодняшний момент. Поблагодарить свою родину Евгения решила, став спонсором Олимпиады по корейскому языку в Казахстане. Ее победители получают грант на обучение в Южной Корее. Больше всего не хватает, конечно, наверное, друзей, родных, те, с кем можно просто посидеть, попить чай вечером. То есть вот это, наверное, самый большой недостаток. Мало в какой стране во время праздника можно увидеть на одном столе, допустим, казы, корейскую морковку, вареники, борщ и плов. То есть это разнообразие, вот оно действительно можно увидеть даже на Дастархане. Это говорит именно о том, насколько мы близко и тесто взаимосвязаны между собой. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.